Трагические события в Одессе, да и все, вся нестабильность в Украине. Показывает ли оно то, что выборы, которые назначены на 25 мая, в итоге они все-таки не состоятся? Ну, в общем-то, конечно. Теперь вероятность проведения нормальных выборов уменьшилась гораздо. Надо так сказать, я слышал, что по украинскому законодательству выборы считаются состоявшимися, если они прошли на 90% участков. Теперь, что будет, если в тех местах, где идет фактически гражданская война, выборы не пройдут, а в других местах пройдут? Тут может быть два варианта. Или все-таки каким-то образом они эти 90% обезопасят и проведут выборы, или переступят через этот закон. Просто скажут, а вот мы провели и все. А Запад признает все равно. Так что тут такая игра. Это же, понимаете, законы уже перестали действовать, и никто на них внимания не обращает. Вот захотел Запад, он их признает. Хоть они только в Киеве проведут. Такое тоже может случиться. Ну, в общем, все это тревожно, конечно, неприятно. А как вы оцениваете степень участия России в происходящем? Ну, это прямое вмешательство России. Тут уже не секрет, так сказать. Это мы и по Крыму видим. В ООН голосование проходит, где 150 сколько-то стран голосуют, обвиняют Россию во вмешательстве. Вчера было заседание опять Совбезового ООН, опять выступали, обвиняли, какие-то доказательства им проводили. Ну, они уперлись, что нет, наших там нету, ничего нет. Ну, а кто раздает это оружие, мы видим, что там эти силы федералисты, или как они называются, разъезжают на БТРах, у них какие-то снайперские винтовки, дорогая амуниция. И действия их, они очень хорошо подготовлены. Даже нормальная армия так не может себя вести. То есть, это какие-то спецлюди, ну, в общем, Россия, конечно. Насчет Запада, если подумать, как вы можете оценить действия Запада в Украинском Крисе? Ну, я, честно говоря, хотел бы, чтобы они были поактивнее. И не только я, все, многие про это говорят. Ну, а Запад, у них свой резон. Во-первых, они воевать не хотят. Особенно президент Обама, который вступил на должность с лозунгами мира, что вот Буш воевал, там бомбил, а мы нет, мы нет, наоборот. Воевать они не хотят. С Россией в сооткновение вступать не хотят. Кроме того, экономические проблемы очень большие. С Европой 300 миллиардов оборот у России. Значит, если начать санкции вводить, 300 миллиардов и по Западу ударить. Правда, Запад богатый, конечно, но они по жадности как бы не хотят пожертвовать этими 300 миллиардами. И жадность, как обычно, губит фраеров. Я бы так сказал. Мне очень жаль. Но посмотрим. У них какой-то план есть. И опыт у них есть с санкцией. Например, санкции в отношении Ирана, которые недавно мы были свидетелями, они привели к тому, что Иран отказался все-таки от своей ядерной программы, изменил ее, и теперь идут переговоры. Они приглашают специалистов по ядерному разоружению, специалистов ООН к себе на вот эти ядерные заводы. То есть Иран пострадал основательно от санкций. Дело в том, что некоторые страны не могут терпеть ухудшение жизни. Там сразу начинается волнение, выступление, появляется оппозиция, что чего хватит, курс неправильный. Ну, а есть такие страны, которые готовы голодать. Им этот знамя Георгиевская для них важнее. А пусть нам будет плохо, но мы не отступим. Мы будем голодать, как в блокадном Ленинграде и так далее. Вот я боюсь, что с Путиным такая вещь произойдет. Жизнь ухудшится. Но они как бы встанут в позу, что нет. Вот умираю с голоду, а вас не буду слушаться. Это тоже может произойти. Вы как-то в одной из наших бесед сказали, на мой взгляд, очень интересную фразу, с которой я согласен с вами, что Запад действует поэтапно. То есть шаг за шагом, в течение долгих лет, он двигается к цели. Значит, получается, что цель конкретно есть, это уменьшение влияния России в мире. Хотя, как такого этого влияния нет, но все-таки. Значит, цель есть и Запад двигается к этой цели. Да, конечно. Конечно. Ну, цель как бы сейчас пока ближнее зарубежье России. Украина, Кавказ, там может дальше потом они там, Казахстан, там вопрос там поднимется, Средняя Азия. Ну, сейчас пока идея двинуться Молдавия, Украина, Закавказье. Суда. Кирилл, но все-таки, вот, можно ли, на ваш взгляд, с Россией как-то договориться, несмотря на события в последних месяцах? Можно договориться. Надо, значит, российские требования, вот я бы озвучил здесь. Россия говорит, что вы должны принять нас в новую, в свою систему безопасности. Мы тоже хотим быть частью НАТО. Или, может быть, не НАТО, а новая общая система безопасности должна быть, которая евразийская, как бы, и Европу западную включает, и вот это тоже. И мы уже вместе будем против, скажем, там остального мира, который там на Юне, на Востоке, там, голову поднимает. Ну, а Запад говорит, что для того, чтобы стать частью нашей общей системы безопасности, вы должны выполнить 1, 2, 3, 4, 5, 6 требований. А именно, демократизация, демилитаризация общества, правовое государство, экономические реформы и так далее и тому подобное, которые Россия делать не хочет. Потому что, возможно, в этом случае, скажем, российскому правительству придется уйти. Должно появиться другое правительство, это они не хотят, не могут. Кроме того, они безопасность с безопасностью согласны. Опустить, открыть свои границы для западных, так сказать, экономических институтов, они не позволяют. Они не позволяют в полной мере западным банкам действовать на территории России и так далее и тому подобное. То есть, это я хочу, пусть это так будет, а то, что вы хотите, нет. Вот в этом и суть проблемы. И тогда Россия начинает шантажировать Запад. Если вы не согласны, тогда мы Украину отымем или разделим, или присоединим к себе, или, в общем, федерализуем, чтобы вы туда не совались. Не хотите, давайте общую систему безопасности. Ну, а общую систему я уже объяснил, что Запад говорит, надо меняться, они меняться не хотят. К сожалению, это вот так. А на ваш взгляд, адекватны ли меры, которые предпринимают украинские власти? Ну, у них просто нету сил. Дело в том, что Украина это очень странная страна. А впрочем, и Азербайджан тоже был в таком положении в то время, я помню. Значит, эта страна состоит из двух стран. Одна из которых смотрит на Запад часть, вторая часть смотрит на Восток. Ты команду даешь милиционеру в Луганске, что надо сделать то-то, освободить здание. А этот милиционер сам это здание и захватил. Он сам за них. Половина армии и спецслужбы все находятся в руках прорусских элементов. Население тоже туда на Восток смотрит. Как воевать? Кому приказы отдавать? Некому. Вот в Азербайджане, в принципе, в 90-х годах то же самое было. Очень большая часть населения была пророссийски настроена, особенно в правоохранительных органах, в Министерстве обороны и так далее и тому подобное. Российская разведка здесь что хотела, то и делала. Ну и как результат получился переворот вот такой. Вот тоже самое с ними. Поэтому сильно обвинять их я не могу. Я уверен, что им помогают советами, а это очень большое дело, это очень важно, советами и информацией с запада. Американцы, возможно, там и так далее. И вот у них, наверное, план такой, что сделайте так, чтобы выборы мы провели. Дело не в том, чтобы сейчас обезвредить от боевиков какие-то там, захватить здания, освободить. Нет. Выборы думайте. И вот они как-то там маневрируют. Чем это кончится, я не знаю, поскольку планов их мы не знаем. Мы не знаем даже их сил. И информации никакой нет. Российские каналы смотрят, у них каждый день победа. На английском информации мы не так легко владеем, чтобы мы знали. Да, и у них и нет информации. У BBC нет там большого количества корреспондентов. Камеры там не стоят. Поэтому все вот так вот в потьмах происходит. Я только желаю, чтобы все кончилось с делом миром. Конечно, это ужасные события в Одессе. Мы все скорбим по этому поводу. Надо это все остановить, прекратить. Так нельзя. Что может остановить Путина? Ну, Путина может остановить, могут остановить только серьезные санкции. Или тогда Запад должен пойти на уступки и принять этот путинский план, о котором я говорил. Сказать, да, мы воспринимаем общую систему безопасности. Уже не волнуйтесь, ни Украина нам не нужна, ничего. Все вместе будем защищаться от какой-то южной африканской угрозы. Честно говоря, если бы я был на месте западной Обамы, я бы в этом направлении работал. Ну, а там как бы больше эмоций получилось. Потому что еще со времен Ельцина, Ельцин тоже хотел в НАТО вступить. И тогда Ельцину сказали нет. Надо сделать то-то, то-то, то-то. И Ельцин обиделся. Ах, вы так, со мной, да вы кто? Да мы знаете, мы кто такие, у нас ядерное оружие. Вместо того, чтобы быть более настойчивым, более сговорчивым, обе стороны привели дело к тому, что вот последние 15 лет постоянно конфронт акций происходит. И страдают маленькие страны, вроде нас, вроде кавказских стран. Мы страдаем от этой несговорчивости. Вот так. В последнее время у нас говорят часто об угрозах, хоть украинских событий, мол, первая угроза исходит непосредственно от России. Вы согласны с подобным мнением? По отношению к Азербайджану? Да. Да, конечно, конечно, я согласен. Мы открыто слышим их угрозы посредством массовой информации. То какие-то депутаты там что-то говорят, то какой-то Дугин выходит полусумасшедший чего-то. Азербайджан вообще-то не государство. Карабах это к Азербайджану не имеет отношения. Всякие политологи высокого ранга, то есть те, которые имеют связь с Кремлем, они открыто шантажируют нас. Да, из МИДа доносятся какие-то такие успокаивающие призывы, что да нет, что вы, Крым это другое, Карабах это другое, там, я не знаю. Но на самом деле все это имеет очень опасную под собой основу. И мы знаем, что российские вооруженные силы на границе Азербайджана стоят на севере. По Калланде какой-то, предположим, что-то в мире произошло, то ли американцы в Сирию вошли, а они сюда могут войти. Или там другой какой-то расклад. В общем, положение очень опасное у нас. Надо быть начеку. Давайте вспомним визит президента Путина в Азербайджан перед выборами в прошлом году, в августе. Как вы считаете, прошло определенное время, и мы можем сделать определенные выводы. Какие, на ваш взгляд, обещания тогда президент Олег давал Путину взамен на поддержку в Барах? Я не могу это знать. Ну, естественно, Путина на все 100% не может. Но давайте предположим хотя бы. Ну, какие... Азербайджан после этого не подписал ассоциативное соглашение в Вильнюсе. Да, например. Более того, он заявил, что вопрос о присоединении в Тайможный союз, либо Европейский союз не стоял перед нами. Да. Это говорит о том, что все-таки президент Олег пообещал дистанцироваться от Запада и от Тайможного союза. Может быть, может быть, это да. То есть мы не будем в Европу, мы не будем в НАТО. От нас не будет никакой угрозы исходить для России. Может быть. Вот и НАТО предложил Украине членство в Альянсе. Решение сейчас до сих пор стоит за Киевом. При наличии определенных угроз севера от России, почему Азербайджан все еще находится, на мой взгляд, в движении сопоединения? Мы не выбираем конкретные военные блоки, не ориентируемся на них, а очень ревностно воспринимаем заявление ОДКБ в поддержку Армении. Дело в том, что если мы будем двигаться в сторону Запада, Россия будет нам мстить. А Запад нас не поддержит. Вот так. Гарантий нет. Как это было в Грузии. Много Саакашвили о НАТО говорил. Но когда Россия Абхазию, Южную Осетию оккупировала, там я не знаю, как это назвать, Запад ничего не сделал. Ничего. Поэтому наши то же самое говорят, что как же мы можем двигаться в этом направлении. Хотя, можно даже и не вступать в НАТО. Но надо, или в Евросоюз. Но надо проводить реформы, которые они предлагают. А это можно было сделать. Не вступая никуда. Тебе же, чтобы вступить, присоединиться к ним, надо выполнить там А, Б, С, Д, сколько там, 30 требований, предположим. Можно это сделать. С Турцией так и произошло. В Турции, когда в Евросоюз собиралась, там ей выставили 32 каких-то требований. Они там выполнили 20. И стали просить, чтобы их приняли. Запад сказал, что нет, давай 32. В общем, торговля пошла. Но реформы произошли. Турция изменилась в положительную сторону. Вот хотя бы этот с военными вопрос был решен. Это очень большая, тяжелая реформа. Очень много положительного было сделано. В правах человека во время Эрдогана тоже. И там и нарушения были, там Фейсбук закрыли, что-то там три. Но и большие вещи были изменены. Вот мы бы то же самое могли делать. Не надо вступать. А нам Евросоюз не нужен особенно. Норвегия не член Евросоюза. Они же не умирают. Жилы. Блестящая страна, прекрасная. Их стандарты даже выше европейского. Так что мы должны вот это сделать. Вступать не надо. Нельзя, чтобы с нашей земли угроза формировала в сторону России. А реформы проводить нужно. Как бы вы оценили готовность нашего общества к этим реформам, да и вообще к евроинтеграции? Я думаю, что наше общество к большим главным реформам готово. Давно. А вот наше правительство не хочет этого делать. Потому что, возможно, при этом придется им распрощаться с властью. Одно из требований это проведение честных выборов. Чего мы не готовы? Когда говорят, что население не готово проводить выборы, это или здесь, значит, гражданская война происходит, все стреляют. Или безграмотное население. Они не знают, как голосовать. Ну, слава богу, у нас в Азербайджане люди знают, как голосовать. И, в общем, мы готовы. Наше общество готово провести. Если сейчас какая-то иностранная сила, инопланетная, или ООН, насчет проводить здесь выборы, честно, спокойно, без единого мы проведем выборы. Выберем желаемое народом правительство. Хикимед Павел, вы понимаете на фоне всех этих последних событий, происходивших событий, логику президента Лива. На ваш взгляд, что он намерен делать, опять дистанцироваться от Запада и России, реализовывать политику, скажем, свободного плавания? Или он все-таки на фоне последних заявлений, людей, которые близки к властям, он все-таки намерен опять решил шантажировать Запад и взять ориентиры, мол, в сторону России? Я думаю, что он хочет продолжать в свободном плавании находиться. Ну, я не знаю, насколько российское давление серьезно, я этого не знаю. Если это будет очень серьезно, предположим, будут угрожать двинуть российскую армию через границу, устроить нам беспорядки на севере или на юге, тогда уже другой разговор. Ну, пока этого нету, я не знаю. И он будет пытаться опять так свободно двигаться, никому не присоединяясь, как бы отдавая экономическую часть своего суверенитета многим, но как бы политическую нет. Нет, да, нефть хотите, приходите, мы даем и России кусок, и Западу, мы проводим нефтепроводы и так далее, и тому подобное. Ну, конечно, азербайджанское правительство будет сопротивляться требованиям России не проводить нефтепроводов, не снабжать Европу мимо России. Россия хочет, чтобы все эти трубы через Россию прошли. Вот Азербайджан будет сопротивляться. Насколько это хватит сил у Ильхама Алиева сопротивляться, я не знаю. Положение незавидное его. Если Россия будет сильно давить, а Запад ничего не делает, ничего не помогает, что будет делать тогда бедный Азербайджан? Поэтому мы хотели бы, чтобы Запад более активно, раз уж ты ввязался, раз уж ты просишь, призываешь, ты должен ответственность какую-то нести. Они вот только хотят вот сливки собрать и исчезнуть. Вы назвали северный юг. Вы считаете, территорию северной части и южной части, губа, гусар и на юге, а по земной территории их уязвимы тоже? Конечно, конечно, но это не секрет. И коль там создать, дестабилизировать ситуацию? Русские, насколько они совершенны в создании таких ситуаций, они это могут в Гватемале сделать по всему миру. Не то, что здесь под боком. Да, это очень легко. Тем более, что, еще раз хочу здесь повторить, что так уж получилось, что наше правительство довело население всей республики до такого состояния, что их ненавидят. Ненавидят нашу независимость, незавидят нашу государственность. Все эти репрессии, скажем, национальные меньшинства на севере, они воспринимают как репрессии против себя. Они не думают, что там Якимета или Эмиля так же репрессируют. Они этого не знают или не хотят знать. А вот меня, почему ты срезал мое дерево, или клуб отнял у меня, и так далее, и тому подобное. Почему на должностях наших административных должностях чужие люди сидят из других регионов. Все это они воспринимают как дискриминацию. И, естественно, их очень легко сбить с панталыку, к сожалению. Вот надо бы разобраться, но нужен диалог с этими людьми. И на юге, и на севере, с ними надо разговаривать. Просто так вот арестовывать всех, это ни к чему не приведет, не приводило никогда. Справедливость нужна. Может, за их счет и нам тоже, чтобы перепадать. Раньше это было не столь заметно, но есть и сейчас уже. Проследить за тенденцией арестов, давлений на активистов гражданских. Мы можем обратить внимание, что под давлением всего время находились люди, которые были, скажем так, в прозападной ориентации. Они выступали за демократизацию общества, за свободу слова, за права человека и так далее. Можно ли предположить, что все это делать с теми группами, людьми, которые находятся у власти, пророссийской ориентации, чтобы сбить толку и направить внешнеполитические ориентиры страны в сторону России и, как минимум, уменьшить прозападное настроение в Азербайджане? Я слышал такое мнение, но все-таки, с другой стороны, я никак не могу увидеть какие-то группировки во власти. Я вижу, что там просто какая-то очень монолитная какая-то ситуация, особенно в политической части. Да, возможно, там в экономической части, кому принадлежит какой район или на таможне, кто будет картошкой заниматься, там есть противоречия. Но так, чтобы, например, против воли президента какая-то группа делала что-то другое, я такого не видел, мне трудно это представить. Поэтому сейчас вот программа идет, так сказать, уничтожить гражданское общество. Гражданское общество прозападное у нас. Под шумок беспорядков на Украине, вот этой крови, это все беспокойство, запад занят другими делами, значит, они решили избавиться и вот от этого сегмента угрозы, которую они считают. Они с политическими партиями справились уже там, всех посадили на место. Теперь уже вот правозащитники пойдут, журналисты там и так далее и тому подобное. А вот все-таки я не могу понять это. Зачем это делать в преддверии того, когда Западжан станет приседать, возьмет приседательство в пассе и в стране пройдут европейские игры? Ну это для них, они, значит, считают, что Западу все равно. Или Запад это проглотит. То есть критика-то будет по-любому? Ну ничего, критикуйте, ничего, покритите, успокойтесь. А мы в ответ вам тоже критику скажем. Тоже наши газеты про вас напишут, что вы фашисты, вы негров вешаете. Санкций-то нет. Олимпийские игры не отменят, как думают наши. Нашему председательству ничего не грозит. Тем более, что мы сейчас газом должны обеспечить Европу. Они думают, что им это сойдет с рук. Потому что до сих пор сходило. А теперь вообще так Запад завяз в этих украинских делах, поэтому будем делать, что хотим. Я абсолютно уверен, что в конце концов у нас будет демократическая страна. Но как быстро это будет, я не могу сказать. Все сейчас завязано на России. Россия, которая генерирует конфликты и генерирует диктатуру, генерирует антидемократизм вокруг своих границ. Если Россию с Западом померится или Россию посадят на должное место, тогда многое изменится. Если нет, то нет. И Грузия тоже в таком угрожающем состоянии находится. Спасибо вам большое.